Уважаемые друзья, сегодня хотелось бы, чтобы присутствовали и представители посольства Украины, чтобы хотя бы припомнить им, что после освобождения столицы Украинской ССР Киева, согласно старой царской армейской традиции, первым военным комендатом освобожденного Киева был назначен освобождающий этот город, столицу Украины, командующий армейским корпусом генерал-лейтенант, герой Советского Союза, наш земляк Саркис Марпиросян. Сегодня много говорили об участии армянского народа. Еще с царских времен, после присоединения Восточной Армении к Российской империи, армяне и наши соотечественники самым активным образом участвовали в армейской строительстве и обороне Российской империи. Около 150 армян носили звание генерала, начиная от, так сказать, генерала первого ранга, то генерала высшей категории, это царское время. И про советское время уже всем нам известно, о других странах такого не было. Я это веду к тому, что связано это самым прямым образом нашим движением, как, Борисович, наши уважаемые коллеги. В других странах тоже, или во многих, если не сказать, почти во всех странах мира проживали армяне. Но кроме Российской империи, кроме Советского Сауза, наши армяне не достигли таких высоких воинских званий и должностей, не смогли проявить себя на полях боев. И, по-моему, одним из главных причин этого, то обстоятельство, что всему этому в кавычках вина в том, что именно русская и советская воинская традиция, прославленная и с храбростью, и с большим опытом, вот именно эта почва служила таким основанием, чтобы именно наши земляки, наши армяне смогли проявить себя. Вот мы иногда, опять в кавычках, скромничаем или стесняемся признать, что, вот, например, наши маршали, адмирали и генерали, как это стали такими? Ну, поверхностно думать, что, чтобы стать маршалом или адмиралом, генералом, надо для этого достаточно иметь полководческий талант. Нет. Ну, это, само собой, обязательно, но это совсем не хватит, чтобы стать или быть удостойным этого звания. Для того, чтобы, например, стать маршалом Советского Союза, кроме этого полководческого таланта, мы должны признать, что для этого наш любимый Иван Христофорович Баграмян должен был служить Советской Армии. Потому что, что значит маршал Советского Союза? Это означает иметь под собой, под своим руководством, в подчинении себя сотни тысяч, если не миллионы военнослужащих, территория, например, 50 или 100 кратно превышающая территорию Армянской ССР, что значит командующий Белорусским фронтом, командующий Прибальтийским округом, замминистра обороны СССР. Вот это для того, чтобы стать маршалом, надо иметь такие территориальные количественные показатели. Например, тоже второй Арцахец. Кстати, подавляющая часть наших полководцев, начиная еще с царских времен, до и в советское время включительно подавляющая часть наших маршалов, генералов, героев, начиная от родового состава до самого высшего полководческого состава, если не подавляющая, но 50% уж точно, они все родом из республики Арцах, из Карабаха. Вот. Главный маршал бронетанковых войск, не маршал, а главный маршал бронетанковых войск, Баба Жанян, в память, к которому было в 2016 году, сказали лично президентом тогдашней республики Армении Сержем Саркисяном, вот, во всей истории советских бронетанковых войск всего двое были удостоены этого звания, легендарных родмистров и наш Арцахский, Карабахский Баба Жанян, всего-навсего двое. После Баба Жаняна, так сказать, третьему танкисту такое звание больше не дали. А для того, чтобы стать маршалом бронетанковых войск, это один танковый полк не хватит. А на территории, если Баба Жанян остался в Карабахе или в Армении, он максимум недорозвививший командир танкового полка. Вот сегодняшний фильм посвящен, я выбрал специальный фильм, посвященный моряку, адмиралу флоту Советского Союза Исакову. Почему? Ему по простой причине, если бы не было опять русской или российской военно-морского флота, уже потом Советского и теперечного уже флота, военно-морского флота Российской Федерации, наши армяне не имели бы возможности стать адмиралами. В царское время был адмирал флота Российской империи Лазарь Серебряков, Арцат Агуртян, крымский армянин, по-моему, основатель Новороссийской и один из основателей Черноводского флота. Если бы не было присоединения Восточной Армении к Российской империи, Серебряков, Арцат Агуртян, наверное, так и занимался своим серебряным ремеслом. Ну, ювелирным. В Советское время, за всю военно-морскую историю Советского Союза, всего трое были достойны звания адмирала флота Советского Союза. Вот, например, как Баграмян, адмирал, маршал Советского Союза, стали более, это звание получили, были достойны, это самое великое звание, более 50 полководцев. А адмирал флота Советского Союза, а это по своему статусу и рангу, юридически равносильно маршалу Советского Союза, всего на всего трое. Это тоже что-то означает, если наше движение Советского Союза России и Белоруссии, вот, сейчас возьмем командующий, целим, огромным, таким, этот, Тихоокеанским флотом Российской Федерации, тоже наш земляк, адмирал Авакян, он родом из Еревана. Если он еще в советское время, потом уже в военно-морском флоте Российской Федерации не служил, не проявил себя, но остался жить в Ереване сейчас, неделю назад увидел, был открыт ручной патруль, или патруль Севана, вроде этого. Ну, стали бы этим начальником патруля озера Севана. А вот так, цели командующие Тихоокеанским флотом Российской Федерации. И вот, адмирал флота Советского Союза, Иван Степанович Исаков, вот, 10 минут всего на все в этот документальный фильм, и вот это уже доказательство, начиная от Серебрякова, заканчивая Авакяном, что освобождение опять в Республике Арцах от вражеской оккупации и по всестороннему нашему развитию в Республике Армения возможно только благодаря союзу с Россией, Российской Федерации. И вот это доказательство этому, это сегодняшний наш фильм. Всего 10 минут, но очень интересно смотрится, так что 10 минут пролетит, ведь даже не успеете.